Доброе утро! В эфире телеканала Катунь24. Выпуск новостей. Меня зовут Егор Матаев. По данным МЧС, на территории Алтайского края подтоплен 101 жилой дом и 282 приусадебных участков в 16 населенных пунктах. В целом количество подтопленных территорий снижается, говорят специалисты. Под особым вниманием ситуация в Волчкинском, Тюменцевском, Немецком, Хапарском и некоторых других районах. Субтитры создавал DimaTorzok С наступлением весны активизировались клещи. Так, за последний месяц за медицинской помощью обратились 6 жителей края. Среди них 4 ребенка. Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю обсудили меры безопасности во время сезона активности клещей. В этом году члены стоноги активизировались раньше обычного. Первых паразитов заметили в конце марта. Особую опасность они представляют на участках с высокой травой. Это леса, влажные луга, овраги, долины рек и ручьев. В городе клещи активны в парках. На территории города у нас есть несколько антропургических очагов. Ну, это вот как раз очаги, которые на территории живой постройки. Эти территории, как правило, находятся на окраинах города. Это вот к сельским поселениям ближе. Ну, наиболее на слуху у нас это аллея по космонавтов, которая возле оптового рынка китайского. Кроме того, бывший парк юбилейный. В настоящее время его, конечно, расчищают, облагораживают и проводят обработку на расчищенных территориях. Но в глубине он представляет собой опасность. Клещи опасны тем, что являются переносчиками многих болезней. Через укус паразиты могут передать чуму, бролиоз, тифы и другие инфекционные заболевания. Одно из самых опасных из них — энцефалит. Само название указывает на то, что в патологический процесс вовлекается нервная система. А это всегда, если не в острый период, но на перспективу чревато какими-то последствиями. Пусть они будут незначительные или это могут быть тяжелые последствия, но они чаще всего все-таки реализуются. Это может быть астенический синдром, потом длительно после выздоровления. Это может быть ситуация вплоть до инвалидизации или даже до смерти пациента. Перед началом сезона в парках и лесных зонах будет проведена специальная обработка. Однако во время периода активности клещей специалисты рекомендуют соблюдать защитные меры. Для прогулок на природе лучше выбирать закрытую одежду и обувь. Также лучше носить светлую одежду, чтобы заметить клеща. После посещения парковых зон рекомендуется тщательно осматривать одежду, кожу и волосы. Акция «Стань донором, спаси жизнь» пройдет в Барнауле. С 22 по 24 апреля на площади напротив спорткомплекса «Титов Арена». Здесь с 8.30 до 12.00 будет работать мобильный комплекс. Для участия в акции при себе необходимо иметь паспорт и снилс, пишет пресс-служба городской мэрии. Организаторы говорят, что сдавшие кровь получат справку на два дня отдыха, компенсацию на питание и сувениры. Перед сдачей крови необходимо позавтракать кашей на воде, булочкой или печеньем, а также сладким чаем. К этому часу пока все, продолжим совсем скоро. КОНЕЦ 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 Продолжение следует...